Казахстан, продолжаем ближнее зарубежье, 20 миллионов человек населения, хотя есть другие оценки. Девятое место в мире по территории, унитарное государство, госязык казахский, но в то же время на конституциональный, и русский тоже используется как второй язык. По конституции, значит, демократическая, светская, унитарная, конституционная республика, хотя все это оспаривается. Ну, значит, вообще-то называют они себя казаки. Происходит от древнетюркского слова, которое означает свободно перемещающий, то есть в принципе слово казак означает кочевник. Однако имеется также народ казаки, да, славянский по языку, но скорее всего с сильной примесью тюрков и возможно кавказцев, да. Но казаки, они разные еще в разных местах, там примесь тюрков отличается везде. Вот, поэтому, короче, поменяли казахам. То есть в русском языке получилось, что казаки и казаки. То есть вот казаки славянский народ, который записали в русский при Сталине, и казаки тюркский. Поэтому в 1936 году специально поменяли на казах, вот такое вот тоже сталинское нововведение, что будут казаки, народ казаки тюркский, называться казахи, чтобы отличались от казаков типа русских. Вот эти этносы на самом деле слабо с другом связаны. Вот по поводу, насколько казаки славянские с тюрками связаны, много концепций. Есть, да, концепция, что в принципе это славянизированные тюрки. Есть и другие варианты. В общем, об этом спорят, но то, что казахи и тюрки, это вне сомнения. На самом деле, как бы слово-то одно. Значит, сейчас Казахстан государство, которое расположено в двух частях света, на границе Европы и Азии. Небольшая часть находится в Европе. Потому что граница Европы считается по горам Магаджаром и по реке Эмби. Как раз граница Европы проходит через Казахстан и через Урал. Поэтому, кстати, в идеологии Казахстана часто тема евразийства звучит. Но думаю, что она такая же имитационная, как и Конституция Казахстана. Конечно, Казахстан это Азия, управляемая баями, как часто шутят. Ну, азиатское абсолютно государство. Связи его в основном в Средней Азии, ну, как в Тюркской, да, государство. Китай там и так далее. Ну, и Сибирь, как азиатская часть России. Тем не менее, девятое по величине страна мира. Да, правда, в основном степи. Ну, и крупнейшая страна, у которой нет выхода к Мировому океану, потому что Каспийское море считается озером. Казахстан граничит с Россией. Это самая длинная у него граница с Россией. С Узбекистаном, с Китаем, Кыргызстаном, Туркменистаном. Ну, и вот остальные. Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан тоже буду рассматривать. Но Казахстан большой. Ближайший сосед, в особенности, это южный сосед Сибири. Поэтому я буду Казахстан подробно, я буду каждую область рассматривать и каждый областной центр. Поскольку только один день на регионы, да, понедельник, это растянется точно до июня. Казахстан. Так что много будет про Казахстан в ближайшее время. Основные моря, озера и реки, это Каспийское море, с которым граничит. Потом Аральское море, которое почти высохло. Озеро Балхаш, озеро Зайсан. Ну, и реки Ильи, Иртыш, Ишим, Урал и Сардалья. Рельеф. Вообще-то 36% Казахстана это пустыни и 35% степи. Остальное полупустыни, леса только 6%. Тем не менее, есть как бы холмы, ну и не очень высокие горы. Хотя основная вся территория равнины, степи и пустыни. Ну, есть, допустим, Тургайская плата, казахский мелкосопочник. Северная часть считается Западно-Сибирской равнина. Там, собственно, четких границ географических между Казахстаном и Сибирью нет. То есть нет, допустим, каких-нибудь гор, которые бы отделяли Казахстан от Сибири. Просто идет равнина и все. И по ней граница. Прикаспийская низменность, западная часть, к Уралу примыкает, но Урал в Казахстан не заходит. Там есть как предуральская плата такое, там есть. Плата Усть-Тюрт имеется. Вот в районе Кыргызстана и Китая Тяньшань имеется и заходит довольно хорошо. Вот со стороны Алматы. Там горы есть, там есть хребты Джангарские Алатау, Зайлийские Алатау. Вот когда Алмату буду рассказывать, там буду говорить. Есть довольно длинные реки, которые по степи плавут. Из самой длинной реки Казахстана Иртыш, потом Сырдайя, Урал, Ильи. Ну также Ишим, Табул, которые мы реки считаем сибирскими, они по Казахстану тоже текут и там начинаются. Много озер, 48 тысяч озер в Казахстане. Ну и самое большое озеро Каспийское море. Второе по величине сейчас озеро Казахстана это Балхаш. Балхаш полностью принадлежит Казахстану. Особенность Балхашу, что там половина озера пресное и половина соленое. Раньше на втором месте был не Балхаш, а Аральское море. Но Аральское море высохло из-за того, что воды из рек Амударья и Сырдарья переправили в Узбекистан. Кстати, частично и в Казахстан для хлопководства. Специализировался в СССР на хлопке этот регион, и поэтому решили, что Аральское море не нужно, а нужен хлопок. Вот переправили, теперь они текут. Реки в пустыне в основном, которые они орошают, а море высохло. Распалось на три водоема. Самый северный из них, Малое Аральское море, целиком располагается в Казахстане. Построили плотину, чтобы вода не утекала в Узбекистан. Есть узбекская часть сейчас, Аральское море, есть казахская. Но вроде бы спасают, тоже там ничего хорошего, то что море высохло. Но пришлось пожертвовать морем ради хлопка. Этот вопрос бурно обсуждают с всякими экологами, надо было это делать или не надо. Климат резко континентальный, теплое лето, холодная зима. Астана довольно холодный город. После Улан-Батора вторая холодная столица в мире. Но там отличается. Все-таки юг Казахстана довольно теплый. Это примыкает к Казахстану. Алма-Ата теплый город. В Алма-Ате примерно на нуле температура средняя в январе. То есть снега серьезного нет, тает. Жаркий июль. На севере там практически сибирская погода. Особенно Павлодар. Астана умеренно холодная, минус 15 где-то в январе. Ну в общем подробнее буду, когда регионы Казахстана буду освещать, там подробнее буду про температуру тоже говорить. Климат отличается, конечно, большая страна. Северные регионы и южные отличаются по климату. Природные ресурсы нефть, природный газ, как и в Сибири, тоже серьезные. Также имеются запасы урана, хрома, свинца, цинка, марганца, медь, уголь, железо, золото, алмазы. Ну и когда буду по регионам, буду отдельно говорить. Но нефтяные месторождения большие и в основном, кстати, еще даже не разработаны. То есть нефти в Казахстане больше хватит, сибирские уже в основном выработаны месторождения в России. А вот казахские, они еще мало выработаны на самом деле. Ну добывают и растет добыча в Казахстане нефти. Также месторождение фосфоритов в Казахстане, но опять же подробнее по регионам. С точки зрения почвы, северная часть Казахстана черноземы, которые осваивали, когда целено осваивали. Ну и там тоже накопились экологические проблемы. Ну в общем, черноземы там черноземами остаются в результате хлеба много в Казахстане. Север там хорошо. Причем там север Казахстана, это же в принципе южнее Сибири, то есть там и климатические условия получше, чем на сибирских черноземах, на алтайских. Южнее черноземов каштановые почвы. Тоже в общем довольно хороший, там по 4% гумуса. Степные почвы вообще хорошие, все и каштановые, и чернозем. Потом в южную часть идут бурые и серобурые почвы, и там практически пустыня и преобладает животноводство. Ну и наконец в горах коричневые почвы, как обычно в горах. Проблемы эрозии почвы серьезные, 26% почвы эрозию. Ну и уже в 80-е и 70-е даже обсуждали, что освоение целины в 50-е годы привело к сильной эрозии почвы. И там вот все 80-е решали эти проблемы. В Казахстане телевидение центральное постоянно освещало советское. На целины почва уничтожается, там водная эрозия, то да сё, борются. 10 природных заповедников, 10 национальных парков, довольно много всяких местных яблонь там, лука местного, всякие редкие виды лука охраняют. Млекопитающие в основном степные, волк, лиса, лось, архар, корсак, манул, ирбис и так далее. В Красной книге Казахстана есть много птиц тоже в степи. Рассказывал недавно был курс по птицам, там много птиц степных казахских в том числе и рассказал. Проблемы экологические Казахстана серьезные. Во-первых, опустынивание идет почвы, загрязнение водных ресурсов и воздуха. В основном сейчас даже Казахстан не столько аграрная, сколько индустриальная страна, со соответствующей нагрузкой на экологию. 70% территории так или иначе идет деградация почвы, либо опустынивание. То есть вот эта вот вся целеная, вся база сельхозяйства, она на самом деле все время убывает в плодородии почвы, и там борются, но пока нет. Деградация продолжается, то есть пока победы какой-то над этим нет. Ну и также серьезное загрязнение воздуха из-за промышленных предприятий. Историю. Значит, историю очень кратко пересказываю, потому что я более-менее подробно на самом деле Казахстан освещаю. Если там что-то такое происходит, я довольно подробно говорю. У меня есть отдельный клип и есть про то же восстание 16-го года. Вот поэтому тут как обзор идет история очень кратко. Значит, первые тут, там зафиксированы, это все-таки племена индоевропейские, хотя некоторые терки с этим спорят. Значит, афанасьевская культура, андроновская культура, и потом там точно были иранцы, саки и массагеты. Также их называли скифы, и Александр Македонский, сражаясь против скифов, дошел до Сардарьи, то есть дошел до Казахстана. Дальше там все равно были скифы все это время. Считается, что с 11-го века тюрки появляются, и довольно долго этих, вытесняю, значит, скифов, окончательно казахские ханства, казахский язык формируется в 15-16 век. То есть в 16-й век формируется казахский язык, уже как тюркский, конечно. Тем не менее, в это время они продолжали с ираноязычными народами воевать, которые были уже на юге. То есть вот на юге уже в Узбекистан перемешку был тюркский и иранский, и там они воевали все равно с ираноязычными народами. Ну, где-то в 17-й век делится Казахстан на старший, средний и малый жуз. Для 17-го века еще характерны войны с айратами, то есть, по сути, с калмыками, с монгольскими племенами, с джунгарами. Где-то в 18-й век определенный расцвет казахского ханства наступает, который я по истории более-менее освещал. Ну, и сопровождается войнами с джунгарией, с интенсивными. Абулай хан такой, Абулхаир хан знаменитые. Все они, в общем, воевали с калмыками и с айратами. То есть, с монголоязычными племенами. А вот в процессе этих войн увеличивается влияние России. Россия продвигается со стороны Сибири. С начала, вообще еще начала 18-го века Россия рассматривала казахов скорее как опасность. Именно против казахов строили иртышскую линию в Сибири, о чем я рассказывал. Ну, вот опираясь на иртышскую линию, кстати, как раз построили города. Семипалатинск, Павлодар, Петропавловск. Это все были крепости. Продвигались русские, и там было сибирское казачество. После падения джунгарского ханства часть казахов откочевала на север. И вот там где-то уже в сибирских властях этих появилось. Русские власти пытались препятствовать, но в целом не смогли, потому что значительная часть казахов поселилась в Омск, Тобольск, Томская губерния. Ну, Томская губерния имеется в виду где-то вот в Новосибирской области перешние. Омская, Новосибирская область. До туда продвинулись, ну и естественно вот в эти регионы, которые сейчас в Северный Казахстан тоже продвинулись. Но так или иначе, потом пошло соперничество между Россией и Англией за эти территории. И, ну, описывал этот процесс, сопровождался он восстаниями казахов. Некоторые казахи, наоборот, с Россией сотрудничали. Так или иначе, Россия в начале XIX века присоединила Казахстан, еще начала при Екатерине и продолжила, и присоединила. Продолжались там конфликты. Россия в бюрократической империи, она не могла смириться с тем, что фактически казахи в степи жили как хотели. Продолжалось и при царизме они пытались в какие-то свои порядки внедрить. Казахам это нифига не получилось, ну, потому что казахи – кочевники. То есть там их невозможно, вот как вот привыкли они русских посадить возле начальника, и начальник там будет что-то указывать. Вот нереально, это уж казахи просто на коне встанут и убегут, и указывать не получится. Но Россия никогда не оставляла попыток указывать всему миру и казахам в том числе. Значит, когда у них не получилось наладить там какое-то управление, они с 1890-х годов начали переселение. То есть вот в XVIII веке казахи переселяли в Сибирь, а в конце XIX, наоборот, русских переселяли активно. Особенно Сибиречье. Построили железные дороги России, по железным дорогам хлынули туда переселенцы. Они конфликтовали. Известное восстание на сей раз уже против переселенцев. Это все продолжалось вплоть до самого царизма. Однако в течение XIX века 400 тысяч русских переселили в Казахстан. А в начале XX века прям огромная была эмиграция. В начале XX века миллион славян, немцев и евреев эмигрировали в Казахстан уже при Советах. Историю гражданской войны вкратце пытались... Во-первых, у казахов восстание было еще до гражданской войны. Еще в XVI году было крупное восстание. У меня про это есть отдельный клип. Потом они пытались сделать автономию в составе, между прочим, Сибирской республики. Алашская автономия. Сибирская республика слилась с Колчаком, с центральным правительством. Ну, короче, формально просто Сибирская республика себя объявила Россией. После этого Алаш-Орда попала еще в автономию, была в этой Колчаковской России. Которая даже до Волги не дошла. Но пришли Советы, грубо говоря. Советы сначала создали Киргизский край и называли Киргизами казахов. Вот 1920 год образовали Киргизскую автономную СССР в составе РСФСР, в составе России. А административным центром был Оренбург у них. Потом в 1925 году перенесли административный центр ВАГ-Мечеть и Оренбургскую губернию. В 1925 году вывели из состава Казахской СССР. В 1925 год как раз Киргизскую эту СССР переименовывают также в Казахскую СССР. То есть сначала казаки называли. С 1927 года административный центр этой Киргиз-Казахской ССР Алма-Ата. Потом коллективизация, как раз о которой я сейчас рассказываю в клипах. Киргизация сопровождалась восстаниями казахов. Пытались их также и оседлыми сделать. Вот Русская империя наконец при Сталине добилась, что они бы постепи бы не гуляли, а сидели где-нибудь на одном месте, чтобы их там контролировал правильный красный замполит казахов. И учил их там, так сказать, уму-разуму коммунистическому. Вот несмотря на восстания казахов, на то, что они не хотели, они добились в 1930-е годы и коррективизации, и переход к оседлому образу жизни. Путем репрессий, конечно. После этого в 1936 году они как раз прогласили Казахскую ССР. То есть формально статус повышался Казахстана, а реально наоборот, из вольных степняков их превратили в рабов, конечно. Ну как и всех, тут судьба народов СССР одна была. Когда превратили в рабов, во-первых, туда переселили 400 тысяч поволжских немцев. Гитлер наступал, и почему-то Сталин решил, что поволжские немцы Гитлера поддержат, хотя они, по большей части, были коммунисты. А немецких коммунистов Гитлер расстреливал просто. Никаких не было шансов, что немецкие коммунисты Гитлера поддержат. Но вот у Сталина так в башке звездануло. У него всегда, кстати, национальный обычно, он более важный считал фактор, чем социальный. Так вот, он всех переселил, немцев 400 тысяч в Казахстан, что тоже, кстати, казахам ничего хорошего. Полмиллиона человек на их земли переселили. Че? Казахам это тоже, я думаю, не нравилось. Потом туда же депортировали греков и крымских татар, и там же устроили много лагерей и гулаг. Вот в центральной части Казахстана тоже было огромное количество лагерей. В частности, там был лагерь Алжир для женщин специально. И также туда переселяли активно так называемых кулаков. То есть, в общем, и депортированные спецпереселенцы, че-жнай-че, из Казахстана сделали большой концлагерь, как и из Сибири тоже. Тем не менее, все это сопровождалось индустриализацией, добычей полезных ископаемых. Тем не менее, к 1953 году в основном аграрная страна была. И с 1953 года Хрущев начал освоение целины, которое тоже привело к переселению большого количества на казахские земли людей, к росту оседлости, но в то же время там создали развитую аграрную экономику, кормил Казахстан всю СССР, создали, освоили целину. В результате всего этого к 1959 году казахи стали меньшинством в собственной стране и составляли 30% населения. Вот 70% населения переселили, русские составляли 43%, было очень много немцев в Казахстане. Вот с такой этничностью все к независимости и пришло. С 1947 года СССР начали взрывать ядерные бомбы под Семипалатинском на территории Казахстана. И эти испытания проводились до 1989 года, естественно, вредили экологии Казахстана, то есть на казахской земле взрывали атомные бомбы систематически коммунисты. Ну вот сейчас этот проект постихоньку это самое, то есть последствия более-менее ликвидируют. К 2012 году только закрыли все тоннели, все скважины, которые там СССР сделало. Ну а также известно, что СССР космодром Байконур на территории Казахстана открыло, и именно с Казахстана запускали и спутник, и Гагарина. Это да. Но к концу 80-х все-таки отношения межнациональные накалились, как и везде. В 86-м году было восстание, о котором я расскажу в хрониках 86-го года, которые так или иначе приближаются. Казахстан независимость прогласил, кстати, последний из советских республик, когда все распадало 16 декабря 1991 года, и через 9 дней уже весь Советский Союз вообще прекратил свое существование. Ну, все знают, что лидер Казахской коммунистической партии Нурсултан Назарбаев сам же стал и первым президентом Казахстана и 30 лет им был. То есть, в общем, тут просто все коммунисты объявили себя казахскими националистами и начали приватизацию в своих интересах. Об этом, в общем, все знают. Тем не менее, рыночные реформы Назарбаев провел достаточно все-таки мягко. Падение было в промышленности, но достаточно быстро перешли к восстановлению, уже где-то с 96-го года. Назарбаева в 90-е, в нулевые и в 10-е обвиняли в авторитаризме и в том, что он подделывает выборы, на которых неизменно побеждала его партия. Это тоже, в общем-то, известно. Тем не менее, Казахстан самая сильная экономически была страна Средней Азии. И этот фактор в попытке интеграции любые Средней Азии наталкивается всегда на проблемы между Узбекистаном и Казахстаном. Проекты интеграции там постоянно были, объединения в какое-то сообщество всех этих среднеазиатских республик. Это, в принципе, им выгодно. Но там вот экономика номер один Казахстан и номер два Узбекистан. Если Казахстан с Узбекистаном договорится, они какие-то проекты по интеграции проводят. Если нет, то нет. И они договаривались по-разному. А потом усилился Китай и начал еще тоже в эти все дела стревать. Но это я потом расскажу, когда, значит, буду про внешнюю политику. Ну, политически что? В 97-м году перенесли столицу в Акмалу, которую потом переименовали в Астану, потом в Нур-Султан и потом обратно в Астану. А столица была до 97-го года Алма-Ата, все знают, советские люди. Ну, 20 марта 2019 года Нур-Султан Назарбаев добровольно ушел в отставку после 30 лет управления страной. Но имеется там культ, я смотрел фильм культовый про Нур-Султана Назарбаева, казахский. Культ точно есть Назарбаева. Но не в таких карикатурных формах, как в Туркмении. Все-таки Казахстан более, так сказать, такая, более демократическая страна, чем, допустим, Туркмения. Там даже есть кое-какая оппозиция, правда, она все выборы проигрывает. А потом жалуются, что выборы подделали. Президент Касым Жамарт Такаев имеется. Ну и из политических событий, уже которые мы переживаем, да. 2 января 2022 года были беспорядки в Казахстане, это мы все помним, в январе. Туда были введены российские войска, ну и вообще войска АКДБ, которые подавили беспорядки совместно с казахстанской армией. Такаев утверждал, что была попытка государственного переворота. После этого он начал реформы. Вот сейчас они называют, что у них была первая республика при Назарбаеве, а вторая республика при Такаеве. Но реформы там серьезные. Поправки в Конституцию исключили из Конституции Елбасы, то есть лидера нации. Вот эти все элементы культа авторитаризма исключили, демократизацию определенную провели. Дали больше прав парламенту. Амнистировали там участники процесса протестов всех этих. Ввели новый экономический курс, чтобы понизить вмешательство государства в экономику и так далее. Короче, последние несколько лет при Такаеве идет демократизация Казахстана. Которая, как всякая демократизация, связана еще и с ростом националистических настроений казахов. Это уж точно, это вместе идет всегда. Национализм с либерализмом. Только у наших горе-либералов вечно это все в разную сторону у русских. А так везде обычно все нормально. Если у нас демократия, то у нас и национализм поднимается, это везде так. Ну вот в Казахстане сейчас именно так идут демократические реформы. Насколько они глубокие и вопрос отдельный, это дискутируется. Но вроде они объявлены, да? Вместе с ростом националистических настроений. Которые проявляются в том, что язык везде вводят и пытаются русский язык окончательно изгнать из всех сфер. Но перехожу, да, кстати, к этническим проблемам. На самом деле для Казахстана серьезным. Разные оценки численности населения. Вот возможно правительство завышает численность. Потому что они утверждают, что падение населения было в 90-е и сейчас прекратилось и население растет. Вот по официальным оценкам 20 миллионов, а есть оценки 18 с половиной. Вот так, короче. Где-то от 18 с половиной до 20. 19 есть оценки. Ну так или иначе много населения. Как минимум 18 с половиной миллионов. Ну и вот она раскладка по этническим группам, по переписям населения. Из которой мы видим, что этничность за 20-й век сильно менялась. Значит, первоначально было 58% казахов в 26-м году и 20% русских. Потом число русских резко росло, когда нацелены поехали. И вот в 70-м году было 43% русских. А казахи были в меньшинстве, их было 32%. С тех пор все поменялось в обратную сторону. Сейчас казахов 70%. То есть такие резкие вообще. Вот было 30% казахов, а сейчас 70%. И это буквально за 50 лет. Это резкие изменения. Значит, сейчас 70% казахов и 15% русских только. Украинцы тоже было много. 7% и 2% осталось. Немцы тоже было. Их 6,5% и 1% остался. Значит, украинцы и немцы уезжают в свои страны. В Украину и в Германию. Русские, по большей части, уезжают оттуда в Сибирь. И почему такие резкие изменения? Была сильная миграция славянского этого населения. В 90-е и в нулевые. В Сибирь прежде всего. Вот я в Томске жил. Их было множество мигрантов из Казахстана. Правда, в Томске много учились и сами казахи. И вот район студенческий, в котором я жил в Томске, практически в маленький Казахстан превратился к концу нулевых. Потому что там одни казахи, соответственно, везде казахские кафе. Говорят на казахском все и так далее. Ну и русские тоже, по большей части, приехавшие из Казахстана, там через пень-колоду язык знали казахский. Про языки, значит. Казахский язык, копчакский, тюркский язык, конечно. 83% населения понимают. Ну, в школе преподают в том числе русские. Все там учат, короче, казахский. И русские, которые оттуда в нулевые ехали, уже знали немножко казахский. И некоторые даже и хорошо. Ну так вот, значит, государственный язык казахский. Однако русский тоже используется правительством, там в деловом общении и так далее. Русский является официальным, то есть вторым языком. Вроде как два госязыка, но русский меньше роли играет. То есть все-таки основной государственный язык казахский. Несмотря на то, что было даже в конце советской власти, там большинство было русские. И казахский почти не использовался. Они провели, вот, к достоинствам режима Назарбаева, хоть и авторитарного, относится то, что язык казахский они восстанавливали. Они провели восстановление казахского и успешно. Казахский восстановился и сейчас доминирует, как он и должен, в Национальной Республике. То есть языковое возрождение они провели довольно так успешно. Помимо казахского и русского, там есть узбекский, украинский, уйгурский, киргизский, татарский. Они обещают ввести латинский алфавит. Естественно, будущее всех письменностей – это латинский алфавит. Никто с этим не спорит. Латинский алфавит обещают 2025 году ввести. Он там используется, если в казахский кейн зайти, там частично используется, постепенно переходит к кириллическим на латинский. В школах тоже большинство обучается на казахском. Из трех миллионов учащихся, два миллиона обучаются на казахском. 900 тысяч на русском, 100 тысяч на других языках, но русским преподается казахский язык в хорошей степени. Но Назарбаев в 2019 году, когда в отставку уходил, говорил, что будет три языка – казахский, русский и английский. Но английский тоже более-менее вводят. И, кстати, и в Китае тоже вводят английский, как международный. Но это я уже тут много раз говорил. В будущее все совершенно понятно, что рано или поздно все языки будут на латинице, и все будут знать английский, и плюс второй свой какой-то родной язык. Эта модель сейчас везде реализуется, и, видимо, уже к концу века будет реализована. То есть поголовное будет англоязычие, плюс какой-то местный язык. В таких условиях особенно и нет смысла в этих больших национальных языках, потому что местный язык может быть и маленький, все равно на нем говорят только местные. А международный язык – английский. То есть международный язык на самом деле освобождает от этих проектов внедрения национальных языков по типу путунхуата, русского и так далее. Политические. Ну, все знают, что 30 лет правил один президент, и сейчас только второй президент. Всего два президента известны в Казахстане. Нурсултан Назарбаев и Касым Жамарт-Такаев. Сильная власть президента, который может наложить вето на законопроекты, принятые парламентом, главнокомандующие вооруженными силами, учитывая, что он не сменяется, но натуральный хан. Но Назарбаев действительно натуральный хан был там. То есть он мог отменить любое решение парламента, командовал вооруженными силами, и его никак не сменяли. Ну, что же говорить, когда мы живем при царе Путине, чушь. Это я не ругаю Назарбаева, так как сам, сами мы живем при царе, да. Это я просто пытаюсь объяснить, что там происходит. Но тем не менее, есть там парламент, конечно, в Казахстане. На бумаге это республика. Там имеется сенат, верхняя палата, из которых 10 депутатов сената назначаются президентом. И есть нижняя палата, которая избирается. Но сенат, она от области, вообще по два человека от области. Выборы на всех выборах побеждает правительственная партия Нур-Атан. Еще есть несколько, ну, в принципе, дочерних партий. Например, партия Осар возглавляла дочь президента Назарбаева. То есть то же самое, та же семья. Есть оппозиция, которая минимально им давали всегда. Несколько мест в парламенте у них было, чтобы лишь бы была оппозиция. В принципе, ОБСЕ и другие всякие структуры европейские все утверждают, что выборы в Казахстане подделываются. Вбросы бюллетеней там и так далее. То же самое все время утверждает оппозиция, но никто их не слушает. Говорят, что не только все выборы Назарбаева подделались, но и выборы Такаева тоже полностью подделаны. Что там на самом деле, я, естественно, не знаю. Но, скорее всего, потому что устойчивое представление в Сибири в нулевые было, что в Казахстане сильная коррупция. И об этом же рассказывали все иммигранты из Казахстана. Но если коррупция, то, ребята, это означает, что выборы тоже подделывают, что это прямое отношение к власти имеет. Административно состав Казахстана входит 17 областей. Каждую я буду рассматривать с властным центром. В 2022 году еще создали три новые области, которые тоже отдельно буду рассматривать. Регион возглавляет Аким, то есть губернаторы, и они назначаются или даже избираются, кое-где там выбранные Акимы есть. Крупнейшие города двухмиллионников Алмата, потом Астана, столица, миллион триста сорок тысяч, Шимкент, больше миллиона, это крупнейшие города, но также крупные города Дакар-Ганда, Актобе, Тарас, Усть-Каменогорск, Павлодар, Атырау и так далее. Ну, про все буду рассказывать. С точки зрения внешней политики, но Казахстан, конечно, участник всяких евразийских проектов. То есть, он участник СНГ, правда, оно почти не работает, участник евразийского экономического сообщества, участник ШОС, Казахстан входит вот в этот союз Россия-Китай-Казахстан-Индия, азиатский такой союз, является активным участником, и даже он в АКДБ входит, и привлекал войска АКДБ для подавления своих волнений. Казахстан также входит в Тюркский совет, и, в общем-то, пантюркизм так или иначе поддерживает. И высказывания есть различные, Назарбаева пантюркизские, ну, и организации исламского сотрудничества он входит, но также, надо сказать, что он и партнерство с НАТО осуществлял, Казахстан. Официально, со времен Назарбаева, и это продолжил Такаев, у Казахстана многовекторная внешняя политика. То есть, хотя он входит во все эти пророссийские союзы, и считается, что в нулевые, в десятые там влияние России усилилось, в Средней Азии, тем не менее, он активно взаимодействует и с Западом, и с Китаем. То есть, три, короче, там, Россия, Запад и Китай. Три, короче, вектора, которые казахи, казахское правительство пытается примерно равномерно, чтобы как-нибудь они все уравновесили. Ну, реально, значит, сначала там влияние России увеличивалось. В 90-е Россия была слабая, были проекты вообще создания некой такой среднеазиатской какого-то союза, да, проекты по интеграции. В нулевые Россия эти проекты развалила и начала сама там везде вмешиваться. Но в нулевые же поднялся и Китай, и в десятые сложилось, что, в принципе, Китай уравновешивает Россию, а Казахстан где-то между ними. Где-то, примерно, такая внешняя политика. Но от России много чего осталось. Допустим, космодром Байконур, который продолжает Россию арендовать и запускать. различные другие активы. Русский язык тот же. Славяне, хоть и большинство уехали, процентов 17 осталось их и так далее. Но Казахстан участвует в миротворческих миссиях ООН. Казахстан на самом деле не против Украины, хоть и союзник России. Казахстан оказывал гуманитарную помощь Украине во время всех этих событий в Донбассе. Казахстан постоянно высказывался за территориальную целостность Украины Назарбаев. Назарбаев периодически выступал как посредник. Ну, правда, у посредников неблагодарная роль и их все ругают. То есть, Назарбаеву ругала и Украина и Россия за то, что он плохой посредник с их точки зрения. Но, надо сказать, что, хоть Казахстан состоит в таможенном союзе с Россией и даже в военном союзе, никогда напрямую они не поддерживали позицию России по Украине. Уклонялись они в крайнем случае от этого. После 22-го года обычно обвинения, обычные слухи, что Казахстан помогает России в уходе от санкций. То есть, на Казахстане нет санкций, потому что они не участвуют и никогда в этих делах не участвовали. Поэтому есть устойчивое представление, что через Казахстан обходятся санкции. Но в какой-то степени, конечно, непонятно. Официально он не поддерживает вторжение и даже принимал уклонистов. Вот я помню, когда мобилизация была, ринулись все именно в Казахстан, потому что он не воюет и не собирается. И в Казахстане они даже все, так сказать, поддерживали, сколько народу навалило, ну и ладно. То есть, даже чуть ли там уклонялись от мобилизации. Другое вопрос, что там работы нет и большая часть этих уклонистов вернулась. Потому что ну а что они там будут делать? Они туда приехали, свои запасы проели, казахи, так сказать, и обрадовались, что у них арендная плата, да, что у них появилось много людей из Москвы готовых снять у них квартиры. Ну и все, а так-то, а что, чем они там займутся? Там на всех местах уже казахи, да, там везде местные уже на хороших местах. Ну понятно, что большинство вернулось обратно в Москву. Официально сейчас реформы и введены закон о парламентской оппозиции, который расширил гарантии оппозиции, снизился порог для регистрации политической партии и принят закон о мирных собраниях. То официально Такаев вроде как вот эту всю авторитарную политику Назарбаева сейчас пересматривает. Насколько это глубоко, не знаю. И насколько это дальше пойдет, не знаю. Но в целом демократизация означает, что он сближается и с Западом. И возможности для сближения с Западом у них там тоже есть. Ну вот примерно так. Ну в целом сложилось на том же Западе представление о том, что Казахстан это азиатская деспотия, где нарушаются права человека. Это как бы не ругань, это официальные всякие заключения правозащитных организаций, что там нарушается свобода собраний, слова, религии. Там репрессируются люди, которые выходят на акции протеста и так далее. Вот в нулевые в Томске, в котором много было мигрантов с Казахстана и студентов казахских, устойчивое совершенно мнение от самых разных людей, что в Казахстане полностью господствует коррупция, они говорили. Там полный произвол власти и полиции, там сплошные взятки. Это вот все эти из Казахстана все время рассказывали. Ну и честно говоря, Томск не сильно отличался, такая же Азия, но в Томске по представлению мигрантов из Казахстана больше было законности и правопорядка, но по представлению меня, как мелкого предпринимателя в Томске, какая-то законность в Томске была, но не сильно. По большей части тоже уголовка и коррупция. Ну, может быть, мигранты, это может быть, это у них ожидания такие были. У меня, как в мелком бизнесе, эти мигранты по большей части работали многие. Кто их возьмет на работу? Я возьму. Вот они у меня работали, жаловались мне на свою печальную судьбу. Но у них все-таки позитивное отношение было обычно к казахской культуре. Они многие знали язык. Вот то, что им в Казахстане внушили, допустим, хорошее отношение у них было к тюркской культуре и вообще к другим национальности. Вот национализмом они не страдали. Они жаловались на коррупцию, но они никогда не жаловались, что, допустим, их там казахи национально угнетают. Вот такой темы не было. Наоборот, они, вот окончив там школу, видимо, в 90-е, даже молодежи у меня была, у них было отношение к казахской культуре хорошее. При всем, при том, что социально они могли ругать Казахстан. Но у нас постсоветские страны, у нас везде проблемы, у нас социально все другают. В Украине, кстати, все ругают Украину, Россию, Россию. Я не знаю, что в Казахстане все ругают Казахстан. Экономические, все-таки, да, самая крупная экономика в Средней Азии, как я говорил. Основные торгово-экономические партнеры Китай, Россия и Италия. Вывоз нефти, пшеницы, текстиль, домашний скот, то есть, все-таки, это сырье, уран, все-таки, вывоз сырья. Но сырья много делают, и как бы, и хорошо. На этом вывозе рост был все нулевые годы. В 10-е и так далее. В целом, ВВП растет. ВВП общемировой растет. То есть, производство всего этого сырья растет, несмотря на все кризисы, на все ковиды, на все войны, на все депрессии. Растет экономика. На самом деле, темпы роста третье место после Китая и Катары. То есть, растет быстро Казахстан. Это тоже, в общем-то, достижение. Потому что Россия иногда растет, иногда нет. Россия растет непоследовательно с большими провалами. Вступили в ВТО, во всемирную торговую организацию в 2015 году. Но Суртан Назарбаев постоянно речь говорит об инвестициях, инновациях и так далее. Падение цен на нефть все-таки в 10-е было, но обещают ввести инновационные проекты и преодолеть. В частности, поставлены цели перехода к зеленой экономике. Но надо сказать, что несмотря на все рассуждения властей, все-таки экономика Казахстана сырьевая. Хотя, как сырьевая экономика, она развитая. От СССР сохранились заводы. Сейчас к заводам приступим. Сельское хозяйство на самом деле около 5% ВВП. Сейчас она не сельхозяйственная страна, Казахстан. Но сохранились мощности целины. Третье место по производству зерна после России и Украины. экспорт пшеницы вывозит зерно. Рис там есть тоже в Казахстане. Традиционное животноводство, развитое на пустынных территориях. Коневодство, овцеводство, верблюдоводство, крупный рогатый скот. В южных районах сады, овощеводство, бахчеводство. Ну и яблоки очень любят в Казахстане. И даже иногда говорят, что в Казахстане яблоко зародилось. Промышленность 29,5% ВВП. Страна индустриальная. Правда, в основном добывающая, но от СССР остались неплохие мощности. Машиностроение, металлообработка, цветная металлургия, топливная промышленность. Они сокращались в 90-е, но потом восстанавливались. И кое-какая переработка тоже есть. Нельзя сказать, что как в Монголии, что нет ничего, кроме добывающей промышленности. И про это буду уже при обзорах регионов рассказывать подробно. В основном перерабатывающие металлургические заводы это север республики. Это Астана, Петропавловск, Коктабе, вот это вот. Ну, также Шимкент, Талмата, тоже индустриальные центры. Проблема, да, несвязанности, что вот большая страна и степная, да, отдельные кластеры, там, вся экономика слабо связана, если вот так всю страну вместе брать, но они пытаются повысить эту связность с транспортом, все-таки еще тоже проблемы. Транспорт строили колонизаторы как им было надо, а не как надо казахам. Ну, энергетические три зоны имеются, западно-казахстанская, она связана с Россией, и там в основном Экибастуз, там угольные ТЭЦ, потом центральная зона есть и восточно-казахстанская зона. В Мангистау есть Мангистауский атомно-энергетический комбинат, в западной зоне идет импорт энергии из России, есть определенная зависимость с Россией по энергии, ну, в принципе, они могут на Китай переключиться, в Китае хорошо, с энергетикой, если совсем с Россией пругаются, они всегда на Китай переключатся. на Мангышлаке АЭС есть, Жамбылская ГРЭС, то есть, собственно, энергетические мощности есть, только они разрознены, трудно им построить общую систему энергетической страны, и ряд областей все-таки из России возят электроэнергию. Транспорт, 68% перевозок по железным дорогам, железные дороги вот Турксип, потом при царизме еще строили Оренбург, Ташкент, да, потом строили на Церину железные дороги, железные дороги, да, есть, довольно развитые, но не хватает их, и автодорог там похуже с автодорогами, то есть, отдельные там группы автодорог есть в отдельных регионах, в общем, и все. В Алмате метро трамваи там есть, реки как-то все в основном текут в Сибирь, поэтому реки тоже Казахстан не связывают. 96 аэропортов зато с аэропортами тоже там хорошо в таких условиях, что часть, когда по степи не связаны ни с железными дорогами, ни автодорогами, тогда часть пассажирских хотя бы перевозок авиа идет. Туризм. Туризм они пытаются развивать, я писал под заказ научные исследования на Казахстан по туризму и даже много их, но не развит на самом деле туризм. 6% от ВВП у них есть концепция развития туристской отрасли Казахстана, где пытаются создать туристические кластеры, то есть области, в которой конкретно все будет основано на туризме, открыть там рабочие места под туризм и так далее. Там есть курорты, которые я буду рассказывать, когда буду по областям говорить, горнолыжные, озерные, в принципе там довольно много территорий, которые не загрязняются, вот я говорю загрязнение это в городах, там много такой пустой красивой территории, где экологический туризм возможен, ну там есть определенные, которые можно показывать, допустим, можно природные определенные памятники показывать, можно показывать этнографию казахскую, там обычай казахов, там есть кое-какие исторические тоже места, это я буду опять же по регионам рассказывать. Короче, есть там что показать, но вот видимо из-за коррупции или из-за чего ругают постоянно, в том числе иностранные всякие источники, значит высокие цены, плохая инфраструктура, плохие там гостиницы, вот говорят, соответственно плохое обслуживание, ну и логистика, то есть вот чтобы доехать до этого озера, это надо по степи, на каком-нибудь автомобиле, по плохой дороге и туристы не хотят. То есть значит надо там развивать инфраструктуру, мне из-за этих проектов, допустим, я писал на Казахстан проекты, все время инфраструктура это одно из важнейших короче направлений и деньги видимо никто им давать не хочет, уж там важнейшим всегда пунктом во всех этих проектах где взять деньги, допустим о них деньги часто хотели взять по исламской части, через систему исламского финансирования, исламские банки взять деньги в Саудовской Аравии, в Эмиратах, вот такие проекты писал. В общем меня заказчики сразу предупреждали, что Казахстане деньги не дадут, где-нибудь напиши, что где-нибудь деньги там возьмем в России или в Эмиратах, так короче. Поэтому да, я предполагаю, что громкие проекты на развитие туризма и на развитие инноваций думаю, что разворовываются, думаю, что там коррупция высокая, как вообще сообщают, и кстати официальные все эти фонды борьбы с коррупцией говорят, что там большая коррупция, поэтому проекты на туризм есть, но туризм так и стоит, не знаю, может 20-й что-то продвинет сейчас реформы начали. Возможете есть туризм развивать, пока не развито и это проблема. Проекты пишут на эти кластеры, писал эти кластеры, расписывал тоже я. Я думаю, что и они сами там много пишут, но не знаю, насколько реализованы, насколько возможно. Безвизовый режим у них и с Евросоюзом, и с Российским всем этим блоком. Короче, на 90 дней там безвизовый режим с Россией, но и совсем СНГ практически. Казахстан в этом плане открытая страна. Они не боятся, что кто-то приедет. Я не знаю, с Китаем у них безвизовый или нет. Валюта Тенге и по тюркскому слово Танга это все. Но у них длительно были рубли ввели Тенге только в 1993 году. То есть переходный период после 1991 года были рубли до 1993 года. Ну сейчас да, уже Тенге и все уже к этому считается, что самый лучший инвестиционный климат в Средней Азии по сравнению с Туркменистаном, куда вообще никто вкладывать не будет, климат инвестиционный хороший. Политически стабильная страна, сравнительно низкая преступность, поэтому в принципе инвестиции привлекаются. Но куда они дальше идут не знаю. У них есть законы о налоговых льготах для инвестиций, то есть с иностранным инвестированием достаточно хорошо. Санкции на них никаких нет, в отличие от России, откуда иностранные инвесторы бегут из-за санкций. Предпринимательство, как и у нас, в общем-то, льготное, множество индивидуальных предпринимателей, где-то более миллиона на весь Казахстан. Но из-за коррупции вероятно страдают, я думаю. Тем не менее, официальные льготы есть, и официальная система защиты малого бизнеса в Казахстане тоже есть. Я слышал, что там на самозанятости переводят, у кого хотя бы верблюд есть, они в Казахстане сразу самозанятого дают, в принципе это предприниматель, просто безработник. И слышал, что такая фигня у них, как раз сейчас, в 20-е годы такая компания вели и распространяют, говорят, в Казахстане еще более активно это все делается. Коррупция высокая, еще раз повторяю, и это данные прямо Всемирного банка, Всемирный экономический форум, то есть официальные организации говорят, что высокая коррупция и это проблема в ведении бизнеса в Казахстане, в частности международные расследования приводят к конфискации там всевозможных денег, и эта проблема есть. Внешняя торговля внезапно на первом месте Италия, экспорт такой 19% Италия, чуть меньше Китай, тоже примерно 19%, но чуть меньше 18,7%. Россия 12,4%, потом Нидерланды 5,2% и Турция 5%. Вот это куда экспорт идет, то есть не в соседней страны, но в Китае много, в России много. Импорт из Китая в основном, там много сейчас развитая промышленность, из Китая 27%, из России 26%, и с Запада процентов 10% экспорт. Экспорт, то есть вывозят нефть, нефтепродукты, уран, медь, ферросплавы, природный газ, то есть вывозят сырье. Возят автомобили, телефоны, лекарства, моторы. То есть тут в принципе типичная сырьевая колония, то есть вывозим сырье, вывозим механизмы. В этом плане пока еще не преодолели отсталость. имеется система стандартной социальной защиты, напоминающая российскую. Там бесплатная медицинская помощь, пенсионное обеспечение и так далее. Бедность в целом говорят преодолена, то есть высокая бедность была в начале нулевых, но и у нас тоже. 65% было бедных в 2001 год, сейчас порядка 5% бедных. Вот с точки зрения социальной, несмотря на авторитарную систему, сравнительно благополучно, по крайней мере, за чертой бедности немного человек в Казахстане, в основном более-менее средний уровень. Ну, это, в общем, официальная статистика, которая, впрочем, признается за рубежом в докладе Всемирного банка. Оппозиция, конечно, считает, что бедность выше, чем в статистике. Культура. Культура тюркская. Пожалуй, анализировать не буду, потому что у меня же обзор региональный. Понятно, что культура это отдельная тема, про нее можно много говорить. В основном казахская, но есть русская, тоже архитектура, литература и есть джангары, есть калмыцкие, всякие у них старые, допустим, здания, архитектура, есть буддийская тоже. Хотя, есть стереотип, что исламская страна, там и буддистов много давно было. Литература была устная, конечно, и причем были известные барды, некоторые из них были даже советниками Абалай-хана, были много различных эпосов или кратких там песен, это было довольно развито. Литературный казахский язык окончательно оформился в начале 20 века Абай-Кунанбаев и основное произведение Абая-Кунанбаева это слова на Зидании, где, кстати, он наезжает на колониальную политику России и призывает казахам развивать свой язык, и развивать образование и бороться с российским колониализмом. Были литературные журналы в начале 20 века, допустим, журнал Казах, но вот они способствовали формированию литературы, а потом уже занялись, естественно, советские. Кинематограф при советской власти появился сейчас в основном комедия, значит, снимает много казахских фильмов. Ну, допустим, за 2010-е годы сняли 85 художественных кинокартин, из них только 3 окупилось. Вот, попытаясь окупаться, в основном казахское кино сейчас комедийное, на торрентах его много, в принципе, я посматриваю их. Ну, оно своеобразное, естественно, с таким тюркским своеобразным акцентом, но глуповатое, потому что комедии, комедии везде глупые, хоть американские, хоть российские, но казахские тоже глупые, комедии, ничего просто не делают больше, кроме глупых комедий. Вот это плохо. При советской власти были какие-то серьезные фирмы, но они были советские. Есть казахские фирмы серьезные 50-х годов, вот про Целину, там, допустим, много было, 70-х, там неплохие. Тимур Бекмамбетов, он этнический казах, но это российский режиссер все-таки, да, поэтому казахское кино тоже свои проблемы имеет. В городах есть неплохие музеи, я вот буду потом города освещать, в Алмате довольно много исторических объектов, там Центральный Государственный музей Казахстана, Музей Народных Музыкальных Инструментов, Музей Джамбула, Джамбаева, ну, видимо, я все-таки музеи и прочие такие достопримечательности буду по регионам рассматривать, я же планирую про Казахстан более 30 клипов, про каждую область, про каждый областной центр, да, поэтому я уж там поговорю. Значит, наука и технологии остался потенциал советский неплохой, в Алмате было хорошо с наукой, и власти постоянно говорят, что инновации они будут развивать, но вот власти это 30 лет говорят, а в принципе в стране сырьевая экономика отстала, без инноваций, видимо, все-таки это с деспотизмом связано и с исламом, но официально принимаются всевозможные, вот допустим, 2012 год Назарбаев объявил стратегии Казахстана до 2050 года, где обещал развитие нанотехнологий, космических технологий, робототехники, генной инженерии, где все это вообще, зеленая экономика, водосберегающие инновационные кластеры, при такой коррупции и при авторитарном режиме, я думаю, что большинство этих инноваций приписные и деньги выделенные на них просто разворовывают там по связям, это кстати проблема и Китая, я до Китая тоже дойду как-нибудь, в Китае много вкладывают в науку, но многое при этом разворовывается, либо просто назначают как обычно в Азии людей из своей родни, из своего клана, они сидят, числятся учеными, пинают балдун, не знают ни хрена, просто назначили по связям, но это общая азиатская проблема, я думаю, в Казахстане тоже есть, если кто-то про проблемы казахской науки что-то может сказать, то можно и дополнить, я не знаю каких-то действительно инновационных казахских разработок, может кто-то мне расскажет про них, чтобы они были не показушные, а настоящие открытия, допустим, хотя да, потенциал есть, образовательный потенциал есть, это постсоветская индустриальная страна с нормальным уровнем развития высшего образования, о чем я еще поговорю. С точки зрения религии тут тоже отличается официальная картина и то, что, допустим, западные исследователи обнаруживают. По исследованиям американцев на самом деле уровень религиозности низкий в Казахстане не больше 40% тех, кто реально, допустим, что-то соблюдает. По мнению властей там значит ислам и власти, как и в России активно поддерживают религию, строят мечети, все 90-е нулевые годы, проводят праздники и так далее. Четверть населения при этом православные, но вот эти самые этнические русские, украинцы и белорусы, они православные. Ну, христиане там в основном только или славяне, или немцы. Кое-какие пятидесятники распространяются. Согласно докладу США, свобода вероисповедания в Казахстане ограничивается, светские гражданские активисты подвергаются обвинениям в терроризме и так далее. Имеются крупные СМИ, независимая страна, телеканалы, разрешены иностранные, в том числе американские, там французские, кабельные, спутниковые телевидения. В этом плане определенная свобода есть. Но, опять же, оппозиция жалуется на закрытие оппозиционных газет. И эти жалобы поддерживают правозащитники по всему миру. Что если газеты, журналы будут президента критиковать, то, скорее всего, закроют. Но, что там Назарбаев тоже значит. Между прочим, прессу ругал и говорил, что если прессу преследуют, то правильно, потому что там много несерьезных нападков. То есть, в общем-то, там правительство неофициально и не любит свободу печати. Но, может быть, при Такаве поменялась. Такаве говорит, что да, у него демократия, видимо, и со свободой прессы получше стало, чем при Назарбаеве. Но, на самом деле, это такой мягкий авторитарный режим. Никаких таких прям массовых же репрессий не было в Казахстане. Они сохранили определенную стабильность. Кто его знает, может быть, в постсоветских условиях и лучше. Что в России нестабильности все-таки было больше окончили тем же самым царем. Развитая есть кухня национальная, которую там любят. Айран, кумыс, тюркская кухня. На основе мяса, хлебобулочных изделий, черный чай. Алкоголь, слава Богу, в исламе запрещен, что я категорически одобряю как буддист. В буддизме тоже запрещен. Просто нарушают. Ну и мусульмане тоже нарушают. Хочу заявить, что в буддизме тоже алкоголь полностью запрещен. И я точно знаю с утра, где это написано в свистом писания буддизма. Ну, с казахской кухней я, кстати, хорошо знаком. Я говорю, что в нулевые годы в Томске множество казахов, которые практически заселили этот студенческий городок, где я жил, и там была сплошная казахская кухня. Там больше ничего и невозможно поесть было. Там везде шурпа, все, короче, все как положено. Бешбармак популярный, кумыс, айран, вот это вот все. Ну, насколько мясо-молочная кухня с хлебом, насколько она полезна, я не знаю. Вообще-то, у нас предпочитают сейчас диетологи средиземноморскую кухню. То есть, такой, где много рыбы, там, овощей, зелени, явно, что в Казахстане с рыбой точно, да, напряженка. Вот, ну, вот такая вот казахская национальная сложилась. Праздники совмещают советские и новые, то есть, отмечается Новый год, 8 марта, День Победы, потом День Независимости, праздник Единства Народа, День Первого Президента Казахстана, День Назарбаева есть, Наурыс ввели, хотя он не исламский, но как бы он национальный ввели. То есть, Наурыс там отмечается. Имеются объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, пять объектов, Мавзолей, Петроглифы, Степи Озера, Западные Теншани и так далее. Ну, в общем, про достопримечательности подробнее уже при обзоре регионов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова